Две с половиной тысячи школьников из Мариуполя и других городов Донецкой Народной Республики отдохнуты тем летом в Петербурге и его окрестностях. На первую смену в лагерь дружных под Зеленогорском приехали 400 детей. Тематическую программу «Инженерные каникулы инициативных творческих школьников» разработали педагоги Инженерно-технологической школы номер 777, промышленные предприятия и вузы, в том числе Санкт-Петербургский государственный университет. В детском лагере дружных представители клиник СПБГУ и Инженерно-техническая школа номер 777 провели различные мастер-классы по финансовой грамотности, профессиям будущего и тренинг по лидерству. В мастер-классах от финансовой, экономической, лингвистической и социальной клиник СПБГУ приняли участие школьники средних и старших классов из Мариуполя, города Побратима Петербурга. Главная цель – профориентация и общение в дружеской обстановке. Центр финансовой грамотности СПБГУ, он же финансовая клиника, рассказал ребятам, что такое налоги. На первый взгляд, не самая очевидная тема для обсуждения на летнем отдыхе, но скучать никому не пришлось. Объект, база, налогоплательщик. Никогда бы не подумала увидеть столь сложные слова, столь интересные интерпретации. Однако, благодаря клиникам СПБГУ, мастер-классы о финансовой грамотности для детей действительно можно назвать увлекательными. Как говорил Бенджин Франклин, нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов. Поэтому налоги – это очень важная составляющая часть в жизни человека. И решили, что в простом игровом формате рассказать, что это такое. Мы занимаемся в Центре финансовой грамотности повышением уровня финансовой грамотности и у студентов, и у школьников, и у прочих разных возрастных категорий. И в этом году мы проводили исследования, выяснили, что помимо финансовой грамотности нужно заниматься и налоговой грамотностью. И решили, что это будет интересно. Лингвистическая клиника помогла школьникам смоделировать карьерные перспективы в различных областях. Также они поиграли в слова, разумеется, в образовательных целях. А на мастер-классе о социальной клинике ребята не только расширили представление о различных профессиях, но и опробовали одну из техник арт-терапии, которая используется в социальной работе. Хотелось бы видеть больше таких профориентационных уроков по различным профессиям, потому что, например, не все профессии в нашей жизни и в нашем обществе популярны. Как там юрист, экономист, да, вот есть социальный работник. И у большинства в обществе сложился определенный стереотип, что это только помощь, например, купи что-то для пожилого человека. Но нет. Это целая система, которая работает на государственном уровне и осуществляет помощь различным категориям граждан, гражданам Российской Федерации на безвозмездной основе. Детский лагерь дружных, так же как другие площадки для отдыха, стал этим летом местом открытия не только для детей, но и для взрослых. Многие из них впервые так близко увидели мальчишек и девчонок, которые живут на новых российских территориях и вместе с родителями проживают ужасы последних лет. Очень чувствуется то, что, конечно, ребята пережили страшные события, потому что какие-то малейшие резкие звуки даже иногда их могут напугать и насторожить. Тут элементарно приведу пример. У нас здесь как раз на малом стадионе проходило мероприятие, и внезапно просто полетел вертолет. Вот мгновенно наступила тишина, все взоры обратили в небо, причем не как маленькие дети, которые радуются тому, что там в небе летит самолет или вертолет, который кричит и радуется. А здесь испуг, страх был в глазах. То есть вот какой-то момент у них, несмотря на то, что более спокойно стало там, откуда они приехали, эти события часто очень всплывают. То есть в их памяти, конечно, это иногда даже мурашка пробегает по телу, потому что понимаешь, что пришлось пережить вот этим юнцам уже в таком вот возрасте. Ребята приезжают, приехали достаточно такие закрытые, но на сегодняшний день мы видим, что они открываются и готовы работать в команде, то есть воспитываются вот эти вот компетенции, коммуникации, которые в дальнейшем им пригодятся не только в будущей профессии, но и в повседневной жизни. Мы взрослые, мы очень в своих проблемах все время находимся. Дом, работа. И когда мы окунаемся в такое вот событие, здесь мы сами открываемся. И как вот только что я разговаривала со своей коллегой, она сказала, что мы вернемся отсюда совершенно другими людьми. Что-то в нас переменилось, но я пока не могу понять, что. Большие перемены ждут в ближайшем будущем новые российские регионы. И для их осуществления нужны хорошие специалисты. Желаем школьникам из ДНР не только хорошо отдохнуть и набраться сил, но и определиться с будущей профессией. И, конечно же, потом воплотить мечты в реальность. Мария Воронина, Алина Клинникова, Денис Сосин, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.